Музыка 3 мая 2006 года Здесь, в Москве, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России Номер 46 по городу Москве выдала свидетельство о государственной регистрации Организации с ограниченной ответственностью, короче, ООО, под названием Криорус Основной вид деятельности этой компании – научно-исследовательские работы в сфере криобиологии разных крупных биологических объектов Чтобы сделать более понятным, что это за крионика, криобиология Скажу, что это работа с замораживанием человеческого организма То есть практика сохранения человеческого тела или головы, или мозга В состоянии глубокого охлаждения с целью его оживления в будущем Тогда, когда наука дойдет до этого состояния, что сможет оживлять в будущем Кратко о технологии можно сказать следующее Из тела сливается вся кровь, а затем сосуды наполняются жидкостью или глицерином Тело помещают в капсулу, криостат называется, это термос такой Туда закачивают жидкий азот и охлаждают до температуры И вот здесь есть разные данные, минус 160 или минус 196 градусов И в этом состоянии пациенты хранятся Стоимость услуг по крионированию, согласно тем данным, что сегодня даны в интернете В России составляют цена полного комплекта услуг, когда замораживают всего человека Примерно 32 тысячи долларов в США за хранение И за только головной мозг 12 тысяч долларов Первый пациент был крионирован в 2003 году Всего таких криопациентов 25 находится в этом состоянии Из них 6 иностранцев Трое с Украины, один с Эстонии, один с Нидерландов и еще один из Израиля Причем 14 человек полностью тело свое крионировали или разрешили А 10 или 11 только головной мозг Еще там крионированы также и животные Скажем, 5 собак, 4 кошки и 2 птицы Свою миссию сотрудники Криорус обозначили так Сохранить личность человека путем криосохранения Его головного мозга или всего тела С наилучшим качеством до появления технологий оживления криопациентов И реанимировать его для дальнейшей жизни Звучит заманчиво, не так ли? Звучит заманчиво и если позволяет кошелек То можно и попробовать Правда, вот меня немножко смущает, когда предлагают только мозг крионировать Его же извлекают, замораживают, а потом надеются восстановить А вот куда поместить его, если уже изъяли И как это сработает? Похоже, что главное мозг А все остальное может быть, знаете, этим Искусственным Протезным Ну главное мозги заморозить А все остальное, ну как уж получится Неужели правда? Неужели правда человечество нашло средство? Или вот-вот найдут это средство? И всякие страхи наши О заглавии нашей темы сегодня именно вопрос Жизнь без страха Реально? Неужели правда, что мы больше смерти бояться не будем? Что нам нечего бояться? Заплатил Заказал И тебя обслужат Надумал умирать? Или пришло время умирать? Набрал номер телефона? Ну или родственники позаботятся? Вызовут службу? Приедут? Оформят по полной программе? И лежи себе там Пока наука не придет Кстати, договор на сто лет И при желании можно пролонгировать Все страхи кончились Все страхи кончились Бояться нечего Благо, что азота жидкого полно Тем более рядом с этим криохранилищем Которое находится в ближайшем Подмосковье Два завода работают по изготовлению как раз жидкого азота Ну вот и все решено Эволюция снова делает заявку Эволюция снова поднимает свой голос И говорит Можно обойтись без Бога Можно без Него построить Можно без Него жить И жить вечно Чей-то вкратчивый голос Предлагает людям Заманчивые услуги Предлагает жизнь После смерти И даже за весьма доступные деньги Кто-то хочет опровернуть сегодня То, что сказано в Евангелии Послание к римлянам 6 глава 23 стих Ибо возмездие за грех смерть А дар Божий Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим Так где же истина? Где же правда? Мы можем сами? Или мы можем только надеяться на Господа? Давайте послушаем вновь Что же Библия говорит Давайте, как и в прежние вечера Мы попытаемся вернуться к истокам И посмотреть Как Господь раскрывает Весь этот смысл Жизни, смерти Давайте снова вернемся в Едем Чтобы услышать Как там это все происходило Мы читали этот текст Но позвольте процитировать его вновь Бытие 2 глава стих 7 И создал Господь Бог Человека из праха земного И вдунул в лицо его Дыхание жизни И стал человек Душою живою Не космические пришельцы Внесли сюда На землю Частицу жизни Не в недрах и глубинах океанных Там зародилась какая-то жизнь Нет Здесь прямо сказано Человек от Бога Получил эту жизнь Был ли человек сотворен Бессмертным Был ли человек сотворен Бессмертным Или бессмертие присуще Только Богу Давайте прочитаем Что говорит Библия Я слышу разные голоса Был и не был Первое послание к Тимофею 6 глава стих 16 гласит Единый Имеющий бессмертие Который обитает в неприступном свете Которого никто из человеков не видел И видеть не может Ему честь И держава вечная О ком Речь Единый Только одна Личность во вселенной Только Бог Во вселенной Имеет Вечность В себе Он Бессмертен Из этого следует И следующий вывод Что бессмертие Само бессмертие Не присуще Человеку А это то Что Бог Или жизнь Это то Что Бог Дает Человеку Это Дар Божий А о человеке Что сказано Если он не бессмертен Послушайте Что Давид говорит Что он плоть Дыхание Которое уходит И не возвращается Значит Не вечно Ушло И не возвращается Кто-то может сказать Ну так это плоть Уходит И не возвращается А душа Разве не бессмертную душу Бог Вложил В Адама Когда творил его Разве Не дал он ему Именно то Что и является Бессмертной частью Нашего Бытия Давайте вернемся Вновь К истокам Давайте вновь Посмотрим на этот Библейский текст Из второй главы Книги Бытие Создал Господь Бог человека Из праха Земного читали мы Вдунул в лицо Его Дыхание Жизни И вот Когда Он вдунул в лицо Его дыхание Жизни То сам человек Стал Живой Душою Чтобы понимать Что происходит С человеком Когда он умирает Необходимо Вот эти истоки Знать Знать хорошо Понимать их Хорошо И понимать Что слово Душа Которое Встречается В Библии Оно подразумевает Либо всего Человека Либо его Внутренний Мир Эмоций Но никогда Но никогда В Писании Не говорится о том Что Личность Или душа Состоящая Из двух половинок Может разделиться И одна Часть От другой Может Существовать При сотворении Бог взял Как мы читали Прах земной Дыхание Жизни Вложил И вот Тогда Появилась Вот эта Субстанция Эта Личность Человек В момент Смерти Происходит Обратное В момент Смерти Мертвый Человек Который Лишен Дыхания Он превращается В прах Земной Так просто А дух Который Дал Господь Или жизнь Которую Бог дал Возвращается К нему Так говорит Библия Книга Экклезиаста 12 глава Смотрите Как сказано И возвратится Прах В землю Чем он и был А дух Возвращается К Богу Который Дал его Или Псалмопевец Еще В 145 Псалме 4 стихе Выходит Дух Его Или Дыхание Его И он Возвращается В землю Свою В тот День Исчезают Все Помышления Его Я думаю Что Нам наверное Знакома Такая Фраза Подушная Подать Подушная Подать В истории Было такое При Петре Первом Ввели Такой Особый Налог Армия Росла Регулярная Армия Нуждалась В финансировании И знаете Фискальные Органы Того Петровского Время Искали Разные Варианты Как же Обеспечить Российскую Петровскую Армию Достаточным Количеством Средств Думали Думали И придумали Подушную Подать То есть С каждого Человека Сначала Всех Посчитали С каждого Человека Определенная Сумма Вот там Варьировалось 80 копеек 70 копеек Снижалось Потом Поднялась До рубля Но Маленькую Деталь Подушная Подать Снималась Только С мужчин В возрасте От Рождения До того Сколько Он будет Жить Мой вопрос Если Душа Отдельно Живет И речь идет О подушной Подати То те Кто уже Почили Умерли С них Надо брать Ну как Нет Они же Душа Живая Вот Никто Почему-то Ни Петр Ни священники Тогда И мы Даже Не подумать Не можем О том Что могли бы С кого-то Умершего Брать еще Ясно Дело Родился Заплати А когда Уже Умер Никто Уже Не брал Никакой Подати Закончились Налоги Больше Налоги Никто Не платит Кстати С женщин Тоже Налоги Не брали Подушная Подать Петром По Петровскому Закону С женщин Вот не брали Может быть Душа Хрупкая Нежная Такая Была Что ж С нее Брать Вдруг Не выдержит Ну Как бы То ни Было А мне Кажется Этот Пример Подушной Подати Дает нам Понятие Что мы Когда о ком-то Думаем И говорим Что это Душа Мы же Имеем Кого Живого Человека Ну Мы же Говорим Семье Большая Семь Душ Восемь Душ Что мы имеем Ввиду Мы имеем Ввиду Что в этой Семье Есть родители Есть дети И всех Вместе Их Восемь Человек Писание Нигде Еще раз Позвольте Повторю Эту фразу Писание Нигде Не говорит Когда говорит О душе Что Это Является Душа Бессмертная Тысячу Шестьсот Раз Употребляется В Библии Упоминание О душе Но ни разу Ни разу О ней не сказано Что она Бессмертна Не учит Библия о том Что после Смерти Продолжается Какая-то Сознательная Жизнь И Умерший Может Какое-то Время Хотя бы Общаться С теми Кто был Ему Дорог В народе Говорят Что Когда человек Умрет То душа Его Сразу Никуда Не уходит Она еще Здесь Рядышком Некоторые Говорят Три дня Другие Говорят Девять дней И говорят Вот Используйте Я сам слышал Как Говорили о том Используйте Это время Чтобы Если поссорились С человеком Помирились Потому что Душа Вот здесь Ко всем в гости Пока ходит И к вам Может прийти И когда придет Вы же Вспомните Как вот с этим Человеком Жизнь-то была С другом Вашим Родственником Может быть Мужем Женой И пока Есть еще Возможность Помиритесь Чтобы было Хорошо Но Библия Не говорит Что с душой Можно Общаться По-другому Говорит Святое Писание О состоянии После Смерти Книга Екклезиаста Девятая Глава Живые знают Что умрут А мертвые Ничего Не знают И уже нет им Воздаяния Потому что И память о них Предана Забвение И любовь их И ненависть их Уже исчезли И нет им Боли и части Вовеки Ни в чем Что делается Под солнцем Все что может Рука твоя Делать По силам Делай Потому что В могиле Куда ты пойдешь Нет Ни работы Ни размышления Ни знания Ни мудрости Никакого знания Никаких эмоций Никаких прощений И никаких обид Все прекратилось Значит ли это Что когда Бог сотворил В начале Адама И Еву Они были Обречены На то что Наступит день И они Должны будут Умереть Но бессмертный Только Бог Мы только что Говорили Значит ли Что когда Бог сотворил Адама И Еву Они уже были Обречены На смерть Нет Конечно же Нет Я согласен С вами Нет Потому что Сотворив Человека Он дал ему Еще и свободу Выбора И право Самому решать Как ему жить С Богом Или нет Они могли Жить Вечно Они могли Жить Вечно Бог все Сделал для них Чтобы они Жили Вечно Вспомните Сад Едемский Вспомните Река там Протекает Вспомните Пищу Какую дал Вспомните Дерево жизни Которое в центре Рая Зачем? Да для того Чтобы жизнь Постоянно Продолжалась Бог сотворил Адама и Еву Для жизни Вечной Но при этом Предупредил В день В который Ты вкусишь От дерева Познание Добра и зла Когда вкусишь От него Смертью Умрешь Было условие Бог дал Жизнь Человеку Жизнь эта Могла продолжаться Бесконечно Но при одном Условии Если Будешь Послушен Кто-то Явно Хотел Нарушить Эту гармонию Которая царила Здесь В Едемском саду Кто-то Хотел Досадить Любящему сердцу Бога Творца Кто-то Хотел Сделать Больно Ему Иначе Как объяснить То что Змей Произносит Как объяснить То что Это не даже Не вопрос Сказал Бог Не сказал Так ли Сказал Может быть Немножко Не так Это Открытый Вызов Богу Бог сказал Если ты Нарушишь Если поступишь Неправедно Если Вкусишь От того Что нельзя Вкушать То смертью Умрешь А другой Голос Говорит Что говорит Нет Не умрете Но знает Бог Что в день В который Вы вкусите Их Откроются Глаза Ваши И вы будете Как боги Знающие Добро И зло Ложь Наглая Открытая Ложь Вместо Послушания Предлагается Простите Что снова Вернусь К этой фразе Эволюция Вы Подниметесь На высший Уровень Глаза Откроются Вы Увидите То Что познать Раньше Не могли Вы Достигнете Таких Высот Которых Никогда Бы Не Достигли Если Бы Остались Послушными Богу Вы Сами Можете Стать Богами Вот 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 Дьявольская Ложь Уже Сегодня Мы Можем С Уверенностью Без Сомнения Сказать Кто же Из них Сказал Правду А кто Сказал Ложь Где Истина А где Обман Каждый раз Когда мы Стоим У края Могилы Стоим У гроба Тех Кто Дорог Нам Кого Любили С кем Жизнь Прожили И вдруг Должны Прощаться И понимаем Что Расстаемся Навсегда Каждый раз Когда мы В этой Похоронной Процессии Участвуем Каждый раз Мы должны Признать Дьявол Был Неправ Он Сказал Ложь Кто-то Может сказать Ну А вообще-то В какой Смысл Что я Теперь буду Бога Слушать Ведь все равно Я смертный Все равно Все умирают Верующие Неверующие Ты служишь Богу Или нет Прожил 60 70 80 лет А там А там Приходит Старость И там Тебя ждет То же самое Что Того Атеиста Безбожника Который В Бога Не веровал Ему Не служил Ближних Никого Не почитал Тоже Как хотел Что хотел То и творил Поэтому Может быть Правы Те Кто говорят Что ж Вы Жизнь Не на полную Используйте Бери От жизни Все Бери Пока можешь Бери Сколько Можешь А потом А после Нас Хоть Потом Знаете Кому фраза Это принадлежало Утверждает Что это Выражение Принадлежит Маркизи Пампадур Фаворитки Людовика 15 И Произнесла Она Эту Фразу Когда Людовик Получил Очень Тревожное Сообщение Что его Армия Разбита Прусский Король Фридрих Великий Разбил Его Войска И гонцы Прибегают Сообщают Она говорит Ну и что Людовик Ну подумаешь Армия Разбита Да есть Еще много Радости Забудь Про это Как нибудь Проживем А после нас Хоть потоп Она нашла Слабое место У короля Она знала Эта красивая Женщина Знала На что Нужно бить Она предоставила Ему Страсть Любовь Она предоставила Ему Кутеж Веселье Бери Королю Кажется Это понравилось Удивительно Но история Говорит Что Дочь Лакея Практически Правила Европейской Державой Отодвинув Короля На второй План Она брала От жизни Все Сколько Могла А вот Результат Когда Правление Принял Людовик Шестнадцатый Страна Была На грани Банкротства Друзья Мои Грех Всегда Грех Всегда Приводит К банкротству Невозможно Жить Наслаждаться Грехом И в конце Сказать Я чего-то Достиг Ничего Кроме Смерти Возмездие За грех Говорит Слово Божье Смерть И пророк Иезекииль Как бы Подтверждает Эту мысль Но в Ветхом Завете Об этом Пишет Душа Согрешающая Она Умрет Но Не только Для того Чтобы объявить О полном Банкротстве И несостоятельности Того Древнего Змея Бог ищет Адама И Еву В Едемском Саду Они Может быть Думали Что им лучше Куда-то Спрятаться Скрыться Им страшно Им стыдно Но куда Убежать Да и не нужно От Бога Убегать Не нужно Искать Где-то решение Вопроса Или проблемы Своим умом Своей силой Лучше Послушать Что Господь Предлагает Лучше Признать Вину Свою Ведь Богу Известна Наша Жизнь Слабости Наш Он знает И поэтому В безмерной Своей любви Он хочет Сказать Сказать Что есть Путь Возвращения К жизни Я думаю Что все Христиане Прекрасно Помнят Этот текст Из Евангелия Ибо так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Инородного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную Как смертное По рождению Как грешное По рождению Может стать Бессмертным Библия говорит Стих мы цитировали Чтобы Верующий В Него Имел Жизнь Вечную Но как Это можно Достигнуть И можно Более того Я бы сказал Что Библия Не только Говорит Что Как бы В знаке Вопроса Можно ли Достигнуть А очень Твердо Убедительно Говорит Что это Реально Не только Мечтать Приглашает Нас Не только Задуматься А может быть Как-то Нас Заморозят Или Приморозят И нас Потом Кто-то Восстановит Нет Послание Апостола Павла Кремлина Вторая Глава Послушайте Удивительные Слова Здесь А мы Знаем Что Поистине Есть Суд Божий Который Воздаст Каждому По делам Его Тем Которые Постоянством В добром Деле Ищут Славы Чести И Бессмертия Жизнь Вечную Посмотрите Как Красиво Апостол Христа Предлагает Нам Божественный Суд Или Божественный Приговор Как правило Когда говорят О Божьем Суде В этом мире Когда говорят То говорят С целью Запугать Или Пристращить Страх Такой Вызвать Да Застращать Человека Ну смотри Если здесь Со мной Несправедливо Есть на небесах Бог Есть Божий Суд Помните Лермонтов Писал Есть Божий Суд Что Говорит Что Говорит Библия Какой Это Суд Вместо Того Чтобы Страх Страх Нагнать Нам Здесь Сказано О том Что Мечтайте Об этом Суде Потому Что В нем Решение Это будет Вы Мечтали О бессмертии Вам Жизнь Вечная Будет Дарована Не надо Бояться Бога Который Идет И предлагает Нам Лучшее Который Жизнь Предлагает Славная Это Мысль Что Мы Как Дети Божьи Удостаиваемся Этой Чести И В этой Чести Быть Его Детьми Мы Имеем Право Мечтать И Стремиться К Бессмертию И Бог Обещает Вернуть Нам Жизнь Полную Как Это Может Быть Как Это Может Произойти Что Если На самом Деле Мы Проживя Несколько Десятков Может Сотню Лет Умираем Чтобы Потом Появилась Еще И Жизнь Ведь Кажется Это В практике Человеческой Жизни Немыслимо Но Не Совсем Так Есть В Евангелии Одна Удивительная История И Я Хотел Бы Чтобы Мы Ее Более Подробно Сегодня Просмотрели Это Одиннадцатая Глава Евангелия От Иоанна История Из Семьи В Которой Жили Марфа Мария И Их Брат Лазарь Давайте Несколько Текстов Прочтем И Поразмышляем Одиннадцатая Глава Евангелия От Иоанна Начинается С таких Слов Был Был Болен Некто Лазарь Из Вифании Из Селения Где Жили Мария И Марфа Сестра Ее Мария же Который Брат Лазар Был Болен Была Та Которая Помазала Господа Миром И Отерла Ноги Его Волосами Своими Сестры Послали Сказать Ему Господи Вот Кого Ты Любишь Болен Здесь Я хочу Сделать Остановку Скажите Когда Мы Заболеваем Или Заболевает Кто-то Из наших Родственников Как Мы Молимся Господу Вот Что Мы Богу Говорим В Молитве Что Мы Говорим Господу Мы Правда Наверное Говорим Господи Будь Милостив Прости Нас Исцели Здоровье Восстанови Правильная Молитва Правильная А вот Сестры По-другому Прошение Своё Иисусу Направляют Вот Мы Просим Господи Ну Помоги Защити Исцели А Сестры Посылают Короткое Сообщение Иисусу Всего Лишь Вот Кого Ты Любишь Он Болен Что Эти Несколько Строк Говорят Что У Этих Женщин Полное Доверие Иисусу Они Понимают Что Не нужно Ему Объяснять Каким Заболеванием Заболел Как Давно Он Болеет Как Тяжело Он Болеет Есть Только Одно Сообщите Иисусу Доверие Божьей Мудрости И Божьему Виденью Я бы Сказал Что В этой Истории Есть Еще Очень Много Ярких Моментов Глубоких Таких Моментов Которые Каждый Из которых Мог бы Стать Предметом Для Отдельного Вечера И Отдельного Исследования Но Давайте Несколько Еще Текстов Когда Жил Он Услышал Когда Жил Услышал Что Он Болен То Пробыл Два Дня На Том Месте Где Находился Иисус Он Слышал И Написано Два Дня Никуда Не Шел Вот Мы Когда Заболевает Тот Из наших Детей Заболевает Что Мы Делаем До Врача Тут же Самое Звоним В тот же Миг Всех Поднимаем Знакомых Незнакомых На ноги В аптеку Бегом Куда Еще Куда Угодно Бегом Надо же Быстрее Спасать Помогать Звонок На работу Завтра На работу Не Выхожу Пусть Там Прогул Ставят Или Там Отпуск Берем Все Делаем Чтобы Решить Проблему И Вот Иисус Получает Известие Он Тот Кто Великий Врач Он Кто Знает Состояние Души Человеческой Боль Человеческой Души А он Написано Пробыл Два Дня И Никуда Не Идет Никакой Реакции Нам Иногда Кажется Странно Почему Бог Не Отвечает Так Мгновенно Как Нам Это Хочется Но Давайте Читаем Эту Историю Еще Прошло Два Дня И Вот Теперь Он Говорит Лазарь Друг Наш Уснул Но Я Иду Разбудить Его Ученики Его Сказали Господи Если Уснул То Выздоровеет Иисус Говорил О Смерти Его А Они Думали Что Он Говорит О Сне Обыкновенном Тогда Иисус Сказал Им Прямо Лазарь Умер Вот Оно Богословие Евангелия О Смерти Как Называет Слово Божие Смерть Человека Очень Конкретно И Прямо Иисус Говорит Лазарь Друг Наш Уснул Христос Называет Это Сном Ученики Пока еще Не понимали Они думали Что Ну Просто Уснул А знаете Когда Больной Человек Уснул Значит Говорят На поправку Идет Все нормально Никуда И не Торопимся А Иисус Говорит Нет Речь Идет Не о Обыкновенном Сне Речь Идет О Другом Речь Идет О Сне От Которого Не Пробуждаются Сами По Себе От Такого Когда Человек Уснул И Все Прекратилось Разбудить Никто Не Может Никто Из Близких Родных Как бы Не Тормошил Как Бы Не Будил Бессознательное Состояние Есть Только Одна Личность Только Бог Может Разбудить И Христос Прямо Говорит Я Пойду Туда Где Этот Умерший Находится В Гробу Для Того Чтобы Разбудить Его Кстати Христос И ранее Совершал Некоторые Чудеса Не Только Исцеление Но И Воскрешение И Вот Теперь Мы Смотрим На Развитие Событий Иисус Придя Нашел Что Он Уже Четыре Дня В Гробе И Многие Из Иудеев Пришли К Марфе И Марии Утешать Их В печали А Братья Их Ему Мария Ж Сидела Дома Тогда Марфа Сказала Иисусу Господи Если бы Ты был Здесь Не Умер Б Брат Мой Иисус Говорит Ей Воскреснет Брат Твой Марфа Сказала Ему Знаю Что Воскреснет Воскресение В последний День Иисус Сказал Ей Я Есим Воскресение Жизнь Верующий В Меня Если И умрет А живет О каком Последнем Дне Говорит Марфа Когда Говорит Знаю То есть Эта Женщина Была Знакома С правильным Учением Библии Она Знала Что Смерть Это еще Не конец Это Прекращение Всех Физических Функций Но Есть еще За Смертью Нечто Особое Есть еще Воскресение Откуда Она Знала О том Что Есть Какой-то Еще День И Называет Его День Последний Дело В том Что Она Могла И слышать Проповедь Иисуса А Иисус В своей Земной Жизни В своем Учении говорил Иисус 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 Наступает Время И настало Уже Когда Мертвые Услышат Глаз Сына Божия И услышав, вот слово такое, оживут. Жизни не было, а теперь сказано, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить Иисус, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь Ему. Ибо наступает время, говорил Иисус, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыйдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. Вот, оказывается, учение Христово какое. Не о бесплотной какой-то душе, а о реальном воскрешении. Вот надежда, которая может утешать скорбящих и плачущих. Но слезы ведь текут с очей и у верующих людей, и скорбь душу разрывает. Не можем мы без эмоций стоять у гроба, прощаясь с родными нашими, чтобы там внутри не шевельнулось что-то. Об Иисусе сказано, что Он увидел плачущую Марию, Марфу, иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили Его? Говорят Ему, Господи, пойди и посмотри. И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил Его. И Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Знаете, невозможно без эмоций читать эту историю, потому что часто мы, люди, бросаем Богу вопросы, острые вопросы. Я бы сказал, даже некрасивые вопросы. Когда мы хотим спросить, Господи, а где же Ты был, когда мне было плохо? Господи, почему, когда я к Тебе взывал в молитве, Ты не отвечал? Господи, почему, когда мне было больно в болезни моих страданиях? Господи, когда я детей терял? Господи, когда война была? Где был Ты, Господи? Почему Ты не отвечал? Почему потери в моей жизни? Мне кажется, эта история дает ответ. Там, рядом с плачущей Марией и Марфой, стоял Иисус. И Он тоже плакал. Каждый раз, когда слезы текут из наших глаз, когда мы в печали, когда скорбь раздирает наше сердце, это чувствует наш Спаситель. Потому что мы дети Его, мы Его сыновья и дочери. Невозможно читать, чтобы не восторгаться Божьей любовью. Не стоит внимать голосу тех или голосам тех, кто именно в этот момент, когда человеку труднее всего, когда при потере близких он находится в страшной депрессии, и вдруг кто-то приходит и говорит, я могу помочь. «Ты знаешь, у меня есть знакомый, он может свести вас с сыном, с дочерью, с отцом, с матерью, и вы можете побеседовать. Это утешит тебя. Не надо убиваться. Ты хочешь послушать снова голос твоего мужа или твоей жены? Да все это возможно. И не так дорого стоит. Неважно, где он есть, в раю или в аду, наш специалист может и оттуда, и оттуда привезти. Неправда. Снова ложь. Снова чей-то голос, который хочет увести нас от голоса Иисуса. Господь говорит, мертвые ничего не знают. Их ревность, их любовь, все это в прошлом. Господь серьезнейшим образом предостерегал своих детей, чтобы не шли, не слушали, не общались с теми, кто может такие услуги спиритические доставлять. В книге Второзакония в 18 главе написано, «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Категорично, правда? Резко. Категорично. Может быть, жестко сказано. Но, наверное, иначе нельзя. Вы знаете, когда мы видим опасность, в которой находятся наши дети, когда мы видим, что они в руки берут то, что может причинить им боль или ущерб здоровью, а то и жизни, мы не будем философствовать. Вы знаете, вот нехорошо, вот, может быть, надо по-другому к этому отнестись. Мы категорично скажем своему сыну или дочери, не бери, не трогай, опасно, смертельно, не ходи туда, пропасть, упадешь, разобьешься. А если еще что-то промедлим, может быть, мы даже срываемся сами и хватаем этого ребенка, трясем его, остановись. И в этом нет ничего плохого. Так и должно быть. И Бог вот так, категорично, конкретно, нельзя, не трогай, не ходи, мерзость. Не сомневайтесь. Даже если те, кто занимается, занимаясь волшебством, молитвы правильные читают, что молитва эта не может причинить вреда. Бог сказал, что бы этот человек не говорил, Бог предостерег нас, что бы вам не предлагали и под каким соусом, библейским или небиблейским, если они занимаются ворожбой, вызыванием умерших, это есть мерзость пред Богом. Но давайте вернемся в Ефанию. Иисус и сестры Лазаря, и все соседи, и все плакальщицы наконец пришли к могиле, пришли ко гробу Лазаря. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего говорит, Марфа говорит, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Другими словами, Учитель, не утруждай себя. Уже поздно. Ты пришел слишком поздно. Все уже потеряно. Никаких шансов больше нет. Давай поплачем еще здесь и пойдем домой. Но у Иисуса есть другой план. И именно там, где мы считаем, что все уже потеряно, что все кончено, может проявиться Его сила и Его слава. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал себе для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон! И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо Его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Какая удивительная история. Кто-то сказал, что если бы Иисус не ограничил вот именем Лазарь, кому он обращается, то все могилы в Палестине открылись бы и умершие бы вышли, потому что когда Бог говорит, когда Христос действует, нет преграды, нет смерти, есть жизнь, потому что Он есть Сам жизнь вечная. Именно вот это и является блаженным упованием для верующих всех веков. Первые христиане, когда они стали встречаться с вот этой неверазимой болью, стали терять своих близких, родных, апостол Павел посылает им утешительные слова и говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Первое послание Петра, 15 глава, с 19 стиха. Но, продолжает он, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Сила Христово воскресения рушит все преграды, рушит страх перед смертью. Самый великий страх, что есть в нашей жизни. Заболел плохо, боимся, не хотим заболеть, но когда мы стоим перед порогом смерти, самый великий страх, здесь мы видим то, что разметает этот страх напрочь, потому что в сердце верующего есть надежда. Говорю вам тайну, продолжает апостол Павел в этой же 15 главе Коринфянам, что не все мы умрем, но все изменимся во мгновение ока, при последней трубе. Помните, Марфа говорила? Помните, Марфа говорила, что верю, что воскреснет когда? Последний день. И здесь апостол Павел эту же мысль. При последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победую. Каким мне видится мой жизненный путь? Читая эти строки. Он должен пройти через креонику, он должен пройти, чтобы мне мозг заморозили или все тело заморозили, и тогда наступит шанс когда-нибудь может быть в неопределенном будущем через сотни или десятки сотен лет. Мы сегодня переживаем о том, что здоровья недостаточно. Мы переживаем сегодня о детях наших и все это наполняет жизнь нашу таким знаете дискомфортом, создает напряжение. Господь предлагает нам сегодня сильнейшее средство от страха. Он предлагает нам истину и те, кто принимает эту истину, даже в смерти уже не страшатся. Даже тогда, когда другие говорят все потеряно, прощай. верующие произносят другие слова. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать? И последняя фраза, это из книги пророка Езекииля. Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Вот этот шанс. Мы можем жить во Христе, мы можем жить со Христом, мы можем наследовать жизнь вечную. Господь предлагает ее нам. Он не говорит, что достоин ты или не достоин. Он говорит просто о пути, как ты можешь достигнуть, даже если ты самый недостойный, даже если ты самый грешный, даже если ты о себе не лучшего мнения, но Он говорит, тебе тоже незачем умирать. Для этого оставьте согрешение ваше, оставьте злые помыслы ваши, придите к Господу в смирение, склонитесь пред Ним, и Он даст вам воскрешение жизни уже здесь, изменив нашу жизнь в лучшую и жизнь вечную, когда грядет с тьмами ангелов своих. Зачем вам умирать, спрашивает Иисус вас и меня. Подумаем, выбор, который Он предлагает, хорош, выбор или предложение, которое исходит от Него лучшее, Он предлагает нам жизнь, жизнь вечную, изберем жизнь, чтобы жили мы и дети наши. Мы живем на земле среди зла и скорбей, где приносят нам боль даже руки друзей. Но обид не тая, нужно все принимать и участь у Христа все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый двор шаг на земле отмечает радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путями радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путями. Будет время, поймем, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо берь, все по благу тебе и без страха шагай по дороге судьбе. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путями, радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие отмечает ни дождь ни 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 ни